Иркутские врачи будут вести консультации с медиками Мьянмы. Этот и другие вопросы обсудили губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев и министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мьятун У. Они встретились во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Глава региона рассказал, что в ходе переговоров обсудили торговые связи и расширение количества товаров. Также рассмотрели идею привлекать мьянманских студентов к обучению в иркутских вузах, в том числе по инженерно-техническому направлению. Взаимодействия хотят расширить и в области сельского хозяйства, деревообработки и других направлениях. Иркутяне планируют посетить Мьянму с ответным визитом. Отопительный сезон в Братске не начнется в ближайшие дни. Об этом сообщили в мэрии. Специалисты отметили, что отопление дадут в соответствии с нормативами, а они гласят, что в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха должна составлять плюс 8 градусов. Судя по прогнозу синоптиков, город ждет потепление до плюс 18 днем и плюс 10 ночью. В таких условиях начинать отопительный сезон нецелесообразно, пояснили в администрации Братска. Отметим, что в прошлом году отопление в Братске дали рекордно рано – 26 августа. Решение приняли из-за аномально дождливого лета и низких температур. «Что касается объектов социального назначения, мы говорим сейчас про школы, про детские сады, про учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Договорились с коллегами из отраслей о том, что они с своей стороны все-таки будут вести более детальный мониторинг у себя за внутренними температурами. И при наличии, конечно же, большого количества обращений граждан, мы будем понимать, что уже в соцучреждениях достаточно некомфортно, будет принято решение о подключении тепла». Дорожные ремонты в Свердловском округе Иркутска вышли на завершающий этап. Об этом заявили в администрации города. Мэр Руслан Болотов проверил ход работ. На улицах Академической, Мухиной и Захарова приводят в порядок больше, чем полтора километра дороги. Это один из самых масштабных проектов в районе за последнее десятилетие, отметили в администрации. Подрядчики заасфальтировали проезжую части тротуары, восстанавливают элементы ливневой канализации и освещения. На Академической предусмотрели дополнительный поворот на улицу Сеченова. Здесь значительно расширили проезжую часть, чтобы выделить четыре полосы. Изменения коснулись и пешеходов. Остановку улицы Мухиной перенесли на угол Захарова. Городские власти ведут контроль за сроками работ. «В этом году большая часть подрядных организаций более организованно подошла. Есть объекты, которые были сданы ранее срока, что в общем мы всегда приветствуем. Я уверен, что жители нас всех в этом поддерживают». Новая прическа, цветы и мастерка. В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в оплате покупок чужой банковской картой. К правоохранителям обратилась иркутянка, у которой пропала банковская карта. Со счета начали списываться деньги. Полицейские установили, что картой несколько раз расплатился один и тот же мужчина. Он потратил более 5000 рублей. Его сняла одна из камер видеонаблюдения. Сейчас мужчину разыскивают оперативники. Фитнес-день для людей с ограниченными возможностями прошел в Тулуне на базе Центра развития спорта «Олимпия». Поучаствовали и дети, и взрослые. Для них это шаг к реабилитации и возможность развить социальные навыки. Участники дружно выполняли разминку под музыку, бежали в эстафете и играли в активные игры. Они рассказали, что благодаря спорту получили заряд бодрости и положительных эмоций.